Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Ниже лимита, в колониях Рязанской области осужденных все меньше. Гостеприимны, но только вне татами. На всероссийском турнире по самбо у рязанских спортсменов уже есть медали всех достоинств. Театровидение по-рязански. В театре «Кукол» стартовал всероссийский проект по телеадаптации постановок. В процессе исправления осужденных одна из важнейших ролей трудовой адаптации – возможность возмещения вреда, причиненного преступлением. С этого начал подведение итогов работы УФСИН России по Рязанской области главный федеральный инспектор Михаил Максимов. Общая численность лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, в сравнении с прошлым годом снизилась и составила 4 326 человек или меньше 60% от установленного лимита. Остальные цифры у Валерия Седова. Почти 2500 осужденных в Рязанской области привлечены к оплачиваемому труду. Большая часть из них работает на производственных объектах. Это цифры управления УФСИН. Произведенных в колонии товаров уже реализовали больше чем на 300 миллионов рублей. В целом, наказание в виде принудительных работ в Рязанской области исполняется с 2019 года. Исправительные центры работают в Скопине, в селе Шумаш и в Касимовском районе. Такую задачу перед регионами поставил президент России. И реализация поручения президента о создании в каждом субъекте Российской Федерации не менее 400 мест для отбывания наказания осужденными принудительными работами. Сразу забегая вперед, хочу отметить, что мы с вами, Артем Анатольевич и Сергей Владимировичем, с этой задачей успешно справились. У нас было создано 402 места дополнительно. Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов поблагодарил сотрудников УФСИН за ответственную работу. Он отметил, что правительство региона заинтересовано в сотрудничестве и готово оказывать поддержку по увеличению объемов производства в исправительных учреждениях. Однако эффективное обеспечение правопорядка, как на территории учреждений, так и за их пределами, невозможно без взаимодействия всех правоохранительных органов. В этой парадигме отношений УФСИН России по Рязанской области работал весь прошлый год. Органами внутренних дел оказано содействие в раскрытии 406 преступлений. Наша общая задача при реализации всех предусмотренных законов форм и методов воздействия на осужденных обеспечить их законность, прозрачность и гуманность. Решение столь ответственных задач надвижит осуществлять в тесном контакте с правительством Рязанской области, представителями общественных организаций и прокуратурой. Подводя итоги прошлого года, Александр Комков обозначил новые цели и задачи на 2023 год. Как минимум придерживаться хороших показателей. Как максимум превзойти их. В Рязани взрывотехники ОМОНа обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. И не обо что, а осколочно-фугасную авиационную бомбу АФАБ-250-270. Группа разминирования установила, что на корпусе, найденного местным жителем боеприпаса, есть следы сильной коррозии. Хвостовое оперение деформировано, взрыватели в носовой и тыльной стороне, а также маркировочные данные отсутствуют. В представленном виде предмет не представлял опасности для транспортировки. Но, как говорится, раз на раз не приходится. В сети есть видео подрыва таких бомб и зрелище это впечатляет. Управление Росгвардии по Рязанской области напоминает жителям и гостям региона. При обнаружении подозрительных предметов не трогайте и не передвигайте их, а сразу обращайтесь в экстренные службы. С сегодняшнего дня в Рязани заработала единая медицинская информационная система. Ее внедрят во все медучреждения региона. Здесь будут все разделы экстренной помощи свыше 100 систем и модулей. Сервис интегрируют с госуслугами, чтобы пациенты могли записываться на прием к врачу онлайн, иметь постоянный доступ к своим данным, видеть назначения и пользоваться специальным мобильным приложением. Какие еще изменения ждут нас в феврале, расскажем далее. С сегодняшнего дня в России вырос материнский капитал. Его проиндексировали на 11,9% размер инфляции. Для семей с первым ребенком выплата составит 586 946 рублей, а для тех, у кого родился второй ребенок – 775 628 рублей. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681 рубль. С 1 февраля проиндексированы пособия по беременности и родам при рождении ребенка, минимальная и максимальная выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Всего же в России проиндексируют порядка 40 социальных выплат. Сегодня вступает в силу порядок ежемесячной соцвыплаты мобилизованным. Ее начисляют со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения от таковой включительно. Для контрактников – до дня вступления в силу контракта. Начислять деньги будут на основе приказов командиров воинских частей, руководителей Организации Вооруженных сил России, в которых мобилизованные граждане проходят военную службу. Если мобилизованному задержали выплату или выплатили меньше, чем положено, в дальнейшем он сможет получить ее за весь период, в течение которого она полагалась, но не более чем за три года предшествующей обращению. Новый закон, вступающий в силу с 1 февраля, гарантирует всем должникам сохранение на счетах несгораемого остатка от зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. Для этого нужно подать заявление в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Данное послабление распространено почти на все категории должников, исключение составляют алименщики. С 1 февраля начал действовать закон, по которому сведения о том, что дом аварийный будут включать в Единый госреестр недвижимости ЕГРН. Таким образом, жители страны защитят от покупки жилья в аварийных домах. Документ предполагает создание механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания. Региональные и муниципальные органы власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и непригодным для проживания, будут направлять в Росреестр сведения о своем решении. Росреестр, в свою очередь, будет включать эти данные в выписки из ЕГРН. Государственный охотничий контроль с 3 февраля начнет работать в условиях непрерывного рейда. По изменениям в профильном законе, егеря охотнодзора будут находиться на контрольных точках постоянно и будут перемещаться по охраняемой территории. Если раньше рейды были плановыми и их задачей являлось задержание браконьеров, то сейчас решили взяться за профилактику. Кроме того, поправки дают инспекторам охотнодзора право применять физическую силу и гражданское оружие. Партнером программы «День города» остается выставка продажи икра и рыба «Камчатская». 35 видов рыбы слабого посола, горячего и холодного копчения, а также красная икра премиального качества. Все это у торгового центра «Премьер» до 4 февраля включительно. На всероссийский турнир «ВСИН» по самбо в Рязань приехало больше 450 именитых спортсменов со всей страны. Но рязанские сотрудники ведомства на татаме отнюдь не затерялись. Медали они получают каждый день. На ковре спортсмен из Свердловской области Глеб Познахирко. Три схватки, три победы. И все за явным преимуществом, а точнее на первых секундах. Этот поединок за выход в финал заканчивается еще быстрее, чем рассказ о спортсмене. И пусть каждый его бой длится не больше минуты из пяти положенных, простым свой путь в финал турнира Свердловчанин вовсе не считает. Легких соревнований не бывает. То есть это всегда тяжело даже не столько физически, сколько морально. То есть нужно настроиться, постоянно держать себя как бы в кулаке, в форме. И легких соперников не бывает. То есть всегда нужно выходить и доказывать всем, что ты лучше и сильнее. Поэтому и здесь, и везде. Глеб – младший сержант внутренней службы в СИН. В целом в чемпионате России по самбо участвуют сотрудники ведомства из 53 регионов страны. Отличий от обычного чемпионата по самбо нет. Представлены все весовые категории, схватки также по пять минут. Единственное, каждый спортсмен либо действующий сотрудник в СИН, либо учится в соответствующем вузе. По итогу первого дня рязанцы золото не взяли. Но все было еще впереди. Вчера два рязанца были третьими. И Егор Осипов в финале проиграл, к сожалению. Так что, ну, сегодня, я думаю, сенсации не будет. То есть, вы сейчас поговорите с Куржевым. Борется легко, очень, ну, очень легко борется. Прямо вот, ну, на него всегда приятно смотреть. У Али Куржев – спортсмен из Рязани. Один из самых титулованных отечественных самбистов. Четырехкратный победитель чемпионата мира. Для него это 12-й всероссийский турнир по самбо. Прошлые 11 закончились победой. И прямо сейчас У Али будет пробовать разменять дюжину финалов. Борьбе самбо в ОФСИН придают особое значение. На данный момент развитие этого традиционно русского вида борьбы в силовых структурах напрямую прописано в указе президента страны. Самообороне без оружия всех сотрудников федеральной службы теперь учат минимум дважды в неделю. Он является одним из основных прикладных, ну, спортивных видов спорта, который идет для обучения личного состава физической подготовкой, то есть обучения личного состава боевым приемом борьбы. Чемпионат в СИН России по самбо трехдневный. Традиционно три программы – мужское, женское и боевое самбо. Победители получат право защищать честь региона на всероссийских соревнованиях, куда уже точно поедут и Глеб Познахирко, и Уали Куржев. А вот их соперники на мировых аренах могут, что называется, выдохнуть. Пока. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Выставка продажа икра и рыбы «Камчатская» возле торгового центра «Премьер» продолжает свою работу. Рязанцы давно распробовали вкус действительно качественных и свежих морепродуктов, поэтому и очереди к прилавку не заканчиваются. Каждый раз выставку продажи икра и рыбы «Камчатская» постоянные покупатели ждут с нетерпением. А те, кто решает попробовать рыбку и икру с этой торговой точки впервые, обязательно станет постоянным. Потому что вкус свежей продукции высочайшего качества уже ничем не заменить. Появляются у постоянных покупателей и вкусовые предпочтения. Кто-то больше любит чавычью или нерку, другие выбирают белорыбицу и омуль. Ассортимент удовлетворит самые изысканные запросы. 35 видов рыбы горячего, холодного копчения, а также слабосоленые морепродукты. Без покупки не останется никто. Я постоянно покупаю. Близко я на Московском живу. Во-вторых, товар уже проверенный, я знаю, что мне брать. Мне нравится. Любимейшее лакомство в нашей стране – икра. Незаменимый для средней полосы продукт. Ведь витамины, жирные кислоты, которые содержит икра, позволяют поддерживать иммунитет в холодный сезон и спасают от авитаминоза. И снова отзывы постоянных покупателей свидетельствуют, что лучшую икру приобрести можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Не только свежая, но и невероятно вкусная. Рассыпчатая и зернистая, красная икра пользуется особым спросом. Икру больше всех. Я люблю ичевычу. Икру всегда покупаю. Каждый раз их жду. Очень нравится. Покупаю уже давно-давно. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» работает, как и всегда, у торгового центра «Премьер» возле главного входа. Приобрести продукцию с Камчатки можно до 4 февраля включительно. В Рязанском театре «Кукол» стартовал всероссийский проект «Театровидение». По старой доброй традиции будут создавать видеоверсии спектаклей. И первым таким фильмом-постановкой станет и наказание режиссера Олега Жюкжды. В Рязани и пяти других городах, а затем и по всей России откроют творческо-технологические центры, в которых будут поддерживать специалистов по использованию видео в театре. В театре с самого утра суета. Разгружают технику, раскладывают провода, организовывают технические посты. К происходящему в Рязани театральное сообщество страны шло давно. И вот случилось. Здесь, в нашем легендарном театре, начнется история театровидения. Мы делали продукты, то есть создавали видеоверсии. А сейчас мы пытаемся научить это делать как можно больше профессионалов. Причем делаем это не спеша, не торопясь, потому что профессионалов. Но, тем не менее, как можно больше. Потому что задачи у проекта у меня достаточно, я бы сказал, противоречивы. С одной стороны, качество, а с другой стороны, больше. Все, что здесь сейчас происходит, это делается впервые. Платформа театровидения уже существует в сети. На ней любой театральный коллектив может завести свой кабинет, где будет размещать видеоконтент. Снять и смонтировать театральный контент – задача не из простых. Зафиксировать спектакль, донести до зрителя неуловимое, витающее в самой атмосфере. Этому и будут обучать в рамках театровидения. В нескольких регионах создадут технические центры – флагманы проекта. Первым таким центром стал Рязанский театр кукол. Это старт, это долгосрочная перспектива, потому что у любого театра есть, конечно же, и большая репертуарная афиша. У многих театров есть образовательные проекты, семинары, мастер-классы. Поэтому вот это все. В качестве объекта съемки выбрали спектакль «И наказание» в постановке Олега Жукжды. Для театра кукол это знаковая постановка. С ней вернулись в репертуар вечерние спектакли или спектакли для взрослых. А с точки зрения съемки он весьма разноплановый. Сценография, свет, да и все действия максимально интересны для профессионалов видео. Работа будет происходить в присутствии зрителей. Результатом станет видеоверсия спектакля, которую разместят на платформе проекта. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин